Всем привет друзья! 15 октября, то есть сегодня, в 7 часов вечера по Москве, стартует ивент Охотник за сокровищами. Закончится он 19 октября в понедельник, также в 7 часов вечера по МСК. Для тех, кто впервые будет участвовать в данном мероприятии, что это вообще такое? По всей карте, абсолютно во всех локациях можно встретить уникальных мобов. Это кроты-шахтеры с огромным рюкзаком за спиной. Спавниться они будут абсолютно рандомно. В одной локации за раз может заспавниться несколько таких шахтеров. Не заметить их невозможно. Плюс, когда он будет поблизости, можно услышать характерный звук. Пищание. В общем, точно не пройдете мимо. Когда ивент проходил в первый раз, уникальные шахтеры спавнились только в шлаковой бездне. Сейчас они будут по всей карте. Еще раз обращу на это внимание. Шахтеры, как и все мобы, подстраиваются под уровень персонажа. Они всегда легендарные, количество звезд рандомное. Внутри у них будут лежать шахтерские ведра или сундуки, три вида. Грязный, стандартный и декоративный сундук. Они будут находиться в разделе помощь и весят по одному килограмму. Помимо этого, можно самому скрафтить эти ведра. Сейчас покажу, как это делать. Не смотрите на цены, которые на видео, они будут меньше. У каждого фракционного торговца продаются три типа ведер. Точно так же, грязная, обычная и декоративная. Чтобы не прыгать по всей карте, отправляемся в Уайт Спринг. Главное здание. На первом этаже присутствуют все торговцы в игре. Скупайте ведра, перезаходите и повторяйте действия. Если есть крыхи, конечно. Затем идем к ремонтному верстаку. Здесь появился новый раздел. Сундуки. И крафтите. Какие ресурсы необходимы, видите на экране. Перк Химик и Супер Пупер при крафте ведер не работают. Теперь давайте смотреть, какие награды нас ожидают с этих сундуков. Огромнейшее количество различных схем. Ссылка на таблицу будет в описании видео, можете ознакомиться. Давайте рассмотрим награды, которые считаются самыми редкими и ценными. Это все награды прошлого ивента, костюм повстанца, костюм охотника за сокровищами, шляпа повстанца, шляпа охотника за сокровищами, рюкзак сафари краколос, цирковой фургончик, охотничий нож на родоленя, шлем брони морской пехоты. Плюс были добавлены новые награды. Самый крутой, как по мне, это костюм охотника на когтя смерти и маска к нему. Костюм силача, маска графтонского чудовища. Эти новые костюмы и маски падают именно как предметы, а не схемы. В качестве схем следующие награды. Лампа графтонская чудовища, аниматорный клоун, плюшевый ванаминго, кровать с гвоздями, окраска супермолот силача. Также в описании видео будет ссылка на данную таблицу. Здесь указаны шансы на выпадение того или иного редкого предмета. Как видите, шансы эти ничтожно малы, но они есть. Обратите внимание на то, что самый высокий шанс именно самодельных декоративных ведер. Самодельные только те, которые вы крафтите сами. В общем и целом, один из лучших ивентов в игре. Возможность попутешествовать по всей карте, выбить хорошие и очень редкие вещи. С сундуков также будут падать крышки и с маленьким шансом легендарные сертификаты. Плюс возможность выбить себе хорошую легендарку. На этом у меня все, друзья. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Заходите на стримы и удачи на пустошах, выжившие!